Поездка представителей ЮНИСЕФ по странам Европы и Центральной Азии Афшан Хан имела рабочий характер. В рамках визита она выразила желание посмотреть, как сегодня обучаются безопасному поведению на дороге школьники, а также какие из условий создания безбарьерной среды соблюдаются в учреждениях образования областного центра. Госпожа Хан был продемонстрирован в шестой школьный день в УПК, если сад начальная школа номер 10, где обучение правилам безопасного поведения уделяется особое внимание. Для детей педагоги разрабатывают специальные игры-квесты, в рамках которых дети не только расширяют свой кругозор, но и развиваются физически, занимаясь спортом. Очень важно, чтобы при обучении была динамичная образовательная среда, чтобы дети вовлекали свое воображение. То, что я увидела здесь, восхищает. Я думаю, что такой наглядности в обучении безопасности жизнедеятельности могут позавидовать даже другие страны, ведь безопасность дорожного движения – очень важный вопрос для разных государств. Обучить детей значит сохранить наше будущее. Сегодня в учебно-педагогическом комплексе ЕСЛИСАД начальная школа номер 10 разработана факультативная программа обучения детей основам безопасности жизнедеятельности. Госпожа Хан администрация учреждения показала кабинет, где ребята не только в устной форме закрепляют полученные знания. В учебном заведении есть компьютерные программы, которые моделируют неприятные ситуации, разрешить которые и предлагается ребятам. В рамках учебной программы у нас идет такой курс, как основа безопасности жизнедеятельности для учащихся вторых и третьих классов. Для учащихся четвертых классов они изучают основу безопасности жизнедеятельности на факультативных занятиях. Сегодня вы смогли увидеть занятия именно дополнительного образования. Это кружковая работа, когда ребята демонстрировали именно знания, приобретенные по правилам дорожного движения на практике. Спортивно-оздоровительная и образовательно-воспитательная составляющая детского обучения действительно впечатлили представителей ЮНИСЕФ. Однако вопросы развития безбарьерной среды пока остаются открытыми. На этом госпожа Хан особенно заострила свое внимание. Уже сегодня виден прогресс в работе в рамках этого направления. И очень важно, что в этой школе уже сегодня обучаются дети с инвалидностью. Пока их немного, и они размещаются только на первом этаже, где есть безбарьерная среда. А надо учитывать, что таких ребят может быть больше. Нам нужно научиться лучше смотреть на несколько шагов вперед. Кроме того, в рамках визита представитель ЮНИСЕФ встретилась с молодыми лидерами города над Бугом, участниками детского молодежного парламента и международной инициативы «Город дружественный детям» и обсудили вопросы, касающиеся поддержки молодежных проектов социальной направленности.